Но я хочу немножко добавить, да, чтобы это не выглядело. Был такой старичок, Амросий Оптинский, святой, так он говорил, что деньги — это милость Божия, потому что мы любить-то друг друга не умеем, так денег дай. Правда. Вот как интересно. Не в том же дело, что деньги, а дело в том, как мы к ним относимся. Если у нас на первом месте бабки, 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 готов. Умирать будем все строго. И что потом? Вот помер, что остался дух. Взять нельзя ни дом свой, ни Мерс, ни это, ни Мазду РХ. А что взять? А взять то, что мы простим, уступим, дружим. Свои деньги, заработанные, отдать, и получишь благодарность. Как интересно, правда? Можно вечные вещи за деньги купить. Спасибо. Вот как интересно. Спасибо. Матер Николаевич, следующий вопрос хотят задать слева. Молодой человек, оранжевый микрофон. Здравствуйте, меня зовут Макс. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Когда вы в последний раз пробовали наркотики или вообще пробовали вы их? Я пробовал наркотики, да. Но я не пробовал тяжелые, героин и прочее. Я, зная себя, очень боялся умереть. Вот. Вообще наркотик, давайте расшифруем, что это такое. Это значит, что ты от чего-то зависим. То есть ты без чего-то не можешь. Если ты не можешь без любимой игрушки или там машинки, любимой, мерседесика, это тоже наркотик. Поэтому наркотики нас окружают, и мы пробуем их всегда. Но надо от них отказываться, чтобы не быть рабом. Лично я, ну бывает всякое. И выпьешь иногда, и через меру. Я такой же, как и вы. Ошибаюсь. Но я твердо знаю, где правда. Я сейчас ехал, мандарин в кармане лежит. Такой же вот желтый, как у тебя микрофон. Богатая шкура такая. Раздираю ногтем, снимаю шкурку. А мандаринчик оказался вот такой сморщенный. Вот так и мы. Если с нас шкурку снять, кто мы там? Вот дядя Петя, известность, вот это. Снять все, кто я? Вот если я независим от этого всего, тогда я да. А если у меня вот здесь 10 тысяч долларов лежит, я это, да? А у меня отними, и нет меня. Независимость. 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 Господь нам это и дает, для этого и пришел, и обещает. Не зависишь ни от чего. Я и ты, все. Остальное все лажа. Все придумали дядьки взрослые. На бабках вот эти. Сели на этих мешках и нас крутят. Все, и сразу давай, нажрись, напейся. Вот мне надо это. У меня душа болит, тоскует. Я не могу уснуть, так мне тревожно. Кто мне это заменит? Пивом зальешься. Я вот в тюрьму езжу, иногда с ребятами разговариваю. 80% убийств – бытовуха. Вот так по пьянке что-то подломили палатку, там все. Вот на двушку уехал пацан. А зачем вы по тюрьмам едете? Ну это мой маленький секрет, ладно? А то такое правило, что доброе дело расскажешь, его нет. Потому что за один подвиг два ордена не дают. А я хочу там. Я прошу прощения, Петр Николаевич. С самого начала мы договаривались. Если по какой-то причине вы не сможете или не захотите отвечать, вы имеете право три раза отказаться отвечать. У меня просто товарищи многие детства сидят в тюрьме под такой дуростью. Моих лет люди. Я к ним езжу на свиданки, там кеды привезу, варежки, то, ся, другое. Вот и все. Никакого здесь широкого аспекта нет. Это личное, частное дело. Да, понятно. Тогда следующий вопрос. Вот скажите, вот вы сейчас говорили про мандарин. А что у вас еще интересного в сумке лежит? А, в этой сумочке? В этой сумочке очки и лекарства от всяческих случайностей. Простуда, это, то, ся, другое. Все. Спасибо. И денюжки. Денюжки, телефон. Какие очки носите? Очки ношу любые. Какие вот мне день так я. Раз одни. Сейчас такие. Сейчас такие. Ой, у меня там очки отличные были. А, или они здесь? А, здесь, пожалуйста. Опа.